Продолжение следует... Мы ценим ваш выбор и дарим беспрецедентную акцию в честь 24-летия корпорации «Центр и Селдом» торгуем без наценки бытовой электроникой и мебелью. Добрый день, день добрый, дорогие друзья! В эфире программа «Ваше утро» и сегодня мы пристали перед вами вот в таком вот экстремальном образе, дорогие друзья. И совсем не случайно, потому что наша тема сегодня – страсти в пожаре, ведь всю неделю за окном было плюс 30. Все мысли, все мысли сегодня о приятной прохладе на берегу реки, озеро, море, куда, так сказать, так и хочется вот в этот зной, практически уже летний зной, очутиться, оказаться, отдыхать. И сегодня вам апельсиновое настроение дарит Алена Малинина. И Денис Коршиков. А также, чтобы вы не заскучали под нашим импровизированным палящим солнцем, у нас в гостях модные диджей «Слинки». Ура! Сегодня будет тут у нас по полной, да, пряжная вечеринка в прямом эфире программы «Ваше утро». Ну а что сегодня вы увидите в программе, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня. Страсти в пожаре в программе «Ваше утро». Гости знойных тропиков в студии прямого эфира. Горячие баталии за ценные призы и советы, как встретить модно летний зной. Утренняя зарядка от апельсинового десанта и самые интересные мероприятия в городе. Это и многое другое смотрите в программе «Ваше утро». А мы напоминаем, что генеральный спонсор нашей программы – «Центр бытовой техники и электроники» – «Корпорация «Центр». Каждую субботу на телеканале «СКАТ-ТНТ» мы задаем интересные вопросы. И внимательно смотрите нашу программу и отвечайте на эти вопросы. Ответы мы принимаем на форуме нашей программы. Адрес форума вы сейчас видите на своих экранах, дорогие друзья, в форум.скат.бетиств.ру. И первый вопрос звучит именно так. Какой материк принято считать самым жарким? Отвечайте на нашем форуме и победитель ждет приятный приз. Это поход в диджей-кафе «Пицца-Хит», который находится на улице Ленинградской, 28, и на улице 22-го портье за 166. Алена, скажи, пожалуйста, а вот как ты разделяешь теорию старика Дарвина о происхождении видов? Ну, в общем-то, я с ним согласна. Ты это, наверное, к нашему следующему гостю такую тему затронул. Да, мы не будем спорить по поводу этой теории. Я хотел бы тебе представить вот такое вот очаровательное создание, которое сегодня в студии прямого эфира программы «Ваше утро» вот так вот кричит. Вот приблизительно так я реагирую на ваши идеи на планерках, когда у нас проходит собрание на... Спасибо, Денис. Это детеныш гамадрилы по имени Варвара Никитична. И Варвара Никитична сегодня пришла с Екатериной Латиной. Здравствуйте. Почему такое имя? Чего вдруг? Имя такое, потому что маленькие гамадрилчики, когда рождаются маленькие обезьянки, очень похожи на... похоже было на маленькую старенькую бабушку. И поэтому мы придумали и такое имя старинное русское имя Варвара Никитична. Все закономерно, да, все верно. Будьте добры, пожалуйста, мороженое, пирожок. А Варвара Никитична есть? Спасибо большое. Большой для нее пирожок. Давайте я... Варвара Никитична пока немножко нервничает, но пока она успокаивается, мы посмотрим, как наш коллега, еще один представитель приматов Илья Русаков готовит на кухне. Доброе утро, Алена, доброе утро, Денис и, конечно, наши дорогие телезрители. Наконец-то наступили жаркие денечки, и как приятно пережить страсти пожарей, и какими прохладными десертами порадовать себя и своих близких, узнаем прямо сейчас. Будьте готовы. Спонсор рубрики «Будь готов» – Борская минеральная вода. Ну что, дорогие друзья, сегодня в гостях у нас замечательный молодой человек, яркий, красивый, позитивный, улыбчивый шефский Игорь, шеф-повар одного из лучших ресторанов в Самаре. Игорь, доброе утро. Здравствуйте, Илья. Рассказывай, скорее же, нам и дорогим телезрителям, чем можно себя порадовать в эту жару. Сегодня мы будем готовить сладкий ролл с шоколадом, шоколадным жареным блинчиком. Но это будет не обычный ролл, это будет десертный ролл, он будет из сладких фруктов. Шоколадный блин из чего будет состоять? Шоколадный блин будет с творожной массой, которую можно купить в магазине. Расскажи, что нужно будет от меня для нашего блюда? Так, Илья, ты мне должен будешь порезать банан. Банан надо будет порезать брусочком. Так, еще что? Помимо банана нам нужно будет киви. Хорошо, я понял, я буду нарезать бананы, киви, клубничку пока оставим. Что будешь делать ты? Я буду делать тесто для блина. В это тесто будет входить белок, мука, молоко, немножко соли, чуть-чуть сахара. И, естественно, наш главный ингредиент, он блин шоколадный, будет шоколад. Смотри, какой-то такой вот у нас прям столько всего, и какие-то страсти у нас, да, закипают на столе. Давай немножечко освежимся и попьем свежей вкусной водички. Мне нужен белок, я извлеку белок. Венчик, сейчас я буду взбивать... Белок? Да, добывать пену из белка. Илья мне поможет сейчас маленькую щепотку соли мне. Ладно, конечно. Для того, чтобы... Уже? Да, уже можно. Уже можно? Да. Спасибо, все, круто. Илья в этом плане молодец. Он вовремя умеет подсыпать соли. Взбиваем пышную пену, чтобы блин у нас получился воздушным. Блин будет не тоненький, не как мама нашей бабушки делает. Блин будет толстенький, как оладушка. Белок готов. Белок мы взбили. Посмотрите, на ваших глазах абсолютно действительно густая. И жидкого белка превратилось в пену. Так, пока я нарезаю киви, ты продолжаешь готовить тесто для блинов, правильно? Да, да, да. Какие продукты лучше всего употреблять в пищу? Вот знаешь, в зной, прям в летнюю жару, потому что нам сейчас пророчат, что уже совсем скоро у нас будет чуть ли не 38 каждый день. Вот какими продуктами лучше всего питаться? Может быть, каким-то нескоропортящимися или самыми свежими овощами, фруктами? Ну, вообще свежими овощами питаться нужно. А в жару питаться нужно тем, что где больше содержится влаги, воды. А, где больше влаги содержится. Я бы арбуз съел все лето. Ты бы съел арбуз, а я бы попил водичку. Я тоже попью, можно? Конечно. Сейчас нам нужно растопить шоколад, так как это главный ингредиент, главная изюминка наших блинов. Я налью немножечко молока. Так. То есть в шоколад добавляем немножко молока и отправляем в микроволновую печь. В микроволновую печь на минуту-полторы. Нам осталось шоколад, вот эту вот смесь для теста. И, соответственно, белок все смешать. Добавить белок для воздушности, да. Пенку только себе. Так. Еще? Да. Все выкладывай. Ага, хорошо. Надо мешать медленно, чтобы постараться меньше пузырьков лопнуть. Чтобы тесто получилось воздушное. Выличное, воздушное. Так. Мешаем, размешиваем до конца. И потом добавляем шоколада. Тесто готово. Так. Мы сейчас обжарим блинчик. То есть мы уже можем отправлять его на сковородку. Да. То есть технология такая же, как при приготовлении обычных блинов. Больше схожа с салатушкой, потому что тесто густое. Ну что, друзья, шоколадный блин готов. Выглядит он, в принципе, как обычный блин. Такой же замечательный, только вкусно пахнет шоколадом. Ну и, в принципе, цветом таким же. Давай тогда начнем его готовить. Что нам для этого нужно будет, для начинки? Мы блин обрезали, чтобы ролл у нас получился. Края у него получились ровнее, красивее. Вот. Творожная масса, которую можно везде купить. И вот таким образом просто мы творожную массу аккуратненько... Можем сказать, да, намазываем, выкладываем. То есть вот, да, для чего нам нужна тоненькая клубничка, чтобы мы ее выложили таким образом, чтобы банан, оказавший в серединке, потом оказался внутри клубники. Правильно? Да. Сейчас мы завернем и постараемся сделать так, чтобы клубника обернула банан. Угу. И красиво выглядела в готовом варианте. На тарелке, естественно, да. Вот, собственно, все. Друзья, вот такие деликатесы, вкусные, сладкие десерты, они чреваты тем, что... Ну, на вас-то, я так смотрю, Игорь, это не сказывается, а вот на мне-то точно. И вот для того, чтобы фигура была в норме, я вот, например, постоянно смотрю рубрику Марии Литвежковой «Зарядись». Предлагаю посмотреть. Спонсор рубрики Ассоциация Волжская аптека. Яркое солнышко поднимает настроение и вызывает улыбку, но также может обострить очень опасные заболевания. И сегодня мы отправимся к эксперту, который даст нам полезные советы о том, как пережить жаркий зной. Наше отделение на 40 коек. Мы работаем в рамках сосудистого центра, то есть занимаемся остро-сердечно-сосудистой патологией. В основном у нас поступают больные с районов, но и есть городские жители. Сейчас, в период жары, конечно, очень много больных, значительная часть из того, что у нас лежит, это больные, которые поступают по скорой медицинской помощи. Возрастает в это время количество больных с острым инфарктом миокарда, с острым коронарным синдромом, это прединфарктное состояние, и больные с гипертоническим кризом. Я с аэропорта Курумыч, с посёлка Берёза, лежу в этой больнице, в кардиологии Калинина, четвёртый раз. Медицинский персонал, ну просто чудо. Кому не подаёшь, они всё-всё-всё сразу сделают, сразу всех позовут, сразу всё поставят. Обслуживание чудесное, это правда. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, сердечно-сосудистые заболевания среди населения по-прежнему твёрдо занимают лидирующие позиции и продолжают из года в год забирать человеческие жизни. Проблемы с сердцем заметно обостряются тогда, когда температура атмосферного воздуха достигает 30 градусов и выше. Человеческий организм в какой-то мере может приспосабливаться к внешним климатическим условиям. Зимой он старается сэкономить тепло в теле, а летом наоборот. К сожалению, конденсаторные возможности организма не безграничны, а с возрастом они даже ухудшаются. Вот почему пожилые люди переносят жару намного хуже, чем молодые. Во время жары нагрузка на сердце увеличивается в несколько раз, вынуждая его работать быстрее даже в состоянии полного покоя. В период жаркого времени наши организмы работают в усиленном режиме, потому что все адаптационные силы организма работают в режиме марафонца. Сердце работает с частотой сердечных сокращений, оно увеличивается, тахикардия возникает. В этот период происходит часто период обострения. Появляются отёки, появляется одышка у таких больных, повышенное потоотделение, боли в области сердца, сердцебиение. Тоже это требует обязательно консультации врача. В период жары лучше не быть на солнце, носить хлопчатобумажные ткани, то есть несинтетические. Обязательно быть с покрытой головой, особенно датчиков во время жары не работать на солнце. Я из сельской местности. Меня сюда привезли в тяжёлом состоянии, быстро оформили. И этому большое спасибо. И то, что я быстро вчера приехал, а сегодня уже прошёл, будем говорить, основной анализ, я определился, что меня будут дальше лечить. Но я думаю, если такое отношение будет и дальше, то я отсюда выйду бодреньким и здоровеньким. Волжская аптека приглашает вас приобрести лекарственные препараты по оптовым ценам. Весна – не время болеть. Доброе утро! С вами Мария Литвешкова. Погода стоит отличная. И сегодня с моими коллегами Ксенией Артемьевой, Ильёй Рысаковым, Николаем Дебровенко и Алёной Малиньей мы решили провести нашу утреннюю зарядку на свежем воздухе. Присоединяйтесь. Упражнение для грудной клетки. Вперёд, точка, назад, точка. Плечи стоят на месте. Последний разок. Закончили. В сторону. Право, точка. Лево, точка. Теперь квадрат. Поехали. Вперёд, сторону, назад, сторону. Вперёд, сторона, назад, сторона. Оп. Два. Оп. Два. Ещё один разочек. Правой ножкой и последний левой. Просто прыгаем. И закончили. На этом наша зарядка завершена. Апельсинового вам настроения. У-у-у! Мы в прямом эфире. Это программа «Ваше утро». И наша тема сегодня – «Страсти по жаре». И мы продолжаем загорать в компании очаровательных детёвших гоматрилки Варвара Никитична, Екатерина Латина и Дениса Коршакова. Ну и также Алены Малины, дорогие друзья. И, Екатерина, вопрос вам. Вот скажите, пожалуйста, эта очаровательная, крикливая красавица родилась в стенах Самарского зоопарка или у себя на родине, или вообще где эти обезьянки, обезьянки такого вида обитают? Обитают. О-о-о-о-о. Это какая-то в Самарском зоопарке от нашей пары, от Макса и Клары. А вообще обитают они на территории Африки. Африки. В Амадрине, да. Екатерина, скажите, вот мы сегодня специально сделали такую импровизированную жаркую студию для таких теплолюбивых животных. А много ли у вас зоопарки, вообще животных, которые привыкли жить в тропиках? Да, животные такие есть, это животные экзоты, это рептилии, триматы. Много или точное число не могу сказать? Меньше, чем остальных, но много, достаточно. Ну и, конечно же, также есть и животные, которые не особо переносят жару. Вот как они эту неделю перенесли? Есть плюс 33 за окном было. У многих животных, которые не очень любят жару, у них обязательно в варьерах оборудованы места, где есть тень, куда они могут уйти и спрятаться от палящих лучей солнца. Есть бассейны, где они могут купаться. Мишку мы поливаем из шланга, у нас очень любят уборные процедуры. Тигр, амурский хактус, у них тоже проводят жаркие дни в бассейне. А много ли у вас представителей, вот, вымодрилось семейство? У нас три семей, да. Ее мама, папа и сама Варвара Миклична. Но Варвара, насколько я знаю, не останется с вами в самарском зоопарке. Да, она уедет в другой зоопарк, будет там радоваться. И как же вот вам расставаться? Это же, вы же вырастите сейчас, правильно? Вы вместо мамы у нее. Ну, в общем-то, да. А почему, кстати, она вот так кричит? Она волнуется. Волнуется? Она волнуется и привлекает внимание, что ее надо обнять, ее надо прижать. И тогда она будет у себя спокойнее. Ну, вы, дорогие телезрители, можете увидеть гамадрилу в естественной среде, то и в зоопарке самарском, если ответите правильно на наш вопрос. И у нас уже есть звонок. Доброе утро! Алло, здравствуйте. Алло, алло. Как вас зовут? Алло, доброе утро. Ну, пока у нас по техническим причинам звоночек нет. 245-30-30, мы напоминаем телефон прямого эфира программы «Ваше утро». И уже Варвара Никитична просто заклинает вас всех, подняет трубку и дозванивается к нам в прямой эфир. У нас для вас есть приз. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Маша. Маша, очень приятно. Маша, скажите, вы ходите в самарский зоопарк? Нет. А хотели бы сходить? Ну, хотелось бы. Отлично. И вы можете сходить. Для этого нужно правильно ответить на вопрос. Слушайте внимательно вопрос. Сколько видов животных из самарского зоопарка внесены в красную книгу? И мы даем вам варианты ответов. 10, 52 или 97. Итак, ваше предположение. Сколько видов животных из самарского зоопарка занесено в красную книгу? 10, 52 или 97. Даем вам маленькую подсказочку, что в нашем самарском зоопарке очень много животных. 10, 52 или 97. Погромче можно? Машенька, еще раз. Ваш вариант? Я не понимаю. Там, по-моему, тоже Варвара Никитична на том конце сидит, которая периодически... Вот мне сейчас наши режиссеры подсказывают, что был дан вариант ответа 10. Это неправильно. 245, 30, 30. Дорогие друзья, дозванивайтесь в студию прямого эфира. И не забывайте, что в зоопарке очень много животных. И у нас уже есть дозвонившийся еще один. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Артем. Артем, повторяем вопрос специально. Сколько видов животных из самарского зоопарка внесены в красную книгу? 10, 52 или 97? 97. Ура! Аплодисменты, вы просто красавчик. Поздравляем, вы получаете билеты в наш самарский зоопарк. Приятных вам прогулок. И вы можете там увидеть и пообщаться с Варварой Никитичной. А я думал, что Варвару Никитичную подарит нашему дозвонившему за правильный ответ. Тогда бы я попросила всех своих родственников позвонить в прямой эфир и выиграть эту обезьянку мне. Ну да, верно. Катерина, скажите, а вообще много ли народу посещает сейчас самарский зоопарк? И как-то времена года сказываются на количестве людей? Конечно, да. Сейчас многое тепло. Сейчас будет время летних каникул, майские праздники. Сещает гораздо больше людей и детей. Детишек, кто больше всего интересует? Какой представитель живот природы? Большие или вот и маленькие тоже? Ну вот детишек очень интересуют. У нас кролики. Это всеобщие любимцы детей. Потому что их можно трогать. Да, их можно трогать. У нас акция проходит «Погладь меня». Я так думаю, что трогать можно любое животное. Просто некоторые один раз. У них, да. Скажите об акциях. Да, у нас каждый вторник и каждую субботу с часа до двух проходит акция «Погладь меня». Погладь меня. Да, где мы выносим детенышей, животных, с которыми можно пообщаться, которых можно подержать на ручках, фотографироваться с ними, погладить. Вот Варя тоже у нас участвует. Знаете, мне кажется, такая акция проходит у многих наших телезрителей в субботу утром, после пятницы. Потому что нужно как-то приходить в себя. Екатерина, скажите, а это вот редкость, что рождаются такие детеныши в нашей полосе? Это говорит о том, что животные, которые содержатся в нашем зоопарке, они находятся в таких условиях, которые позволяют им размножаться. То есть условия им... Выпадает. Выпадает, да. Поэтому у нас появляются такие очаровательные детеныши, с которыми мы можем сами общаться. Все, Варварочка, больше не будем тебя мучить. Возьми, пожалуйста, апельсинчик. Екатерина, спасибо огромное, что вы нашли время и пришли к нам вот с этим очаровательным созданием. Да, зоопарк – отличное место для прогулок. А как еще угодить своим мучадам, мы узнаем в наших следующих сюжетах. Аномально жаркий май быстро переодел горожан в летние одежды. Еще вчерашние куртки и сапоги сменили шорты и сандалии. Самое время обновить свой гардероб, пополнив его легкими, яркими летними нарядами. А если вам уже посчастливилось стать родителем, то начать приготовление к лету с той за гардеробу своего ребенка. Дети, как и взрослые, хотят выглядеть красиво и модно. Я люблю очень сильно ходить по магазинам, смотреть всякие одежки, царафанчики, платьицы. Не только маленьким девочкам, но и мальчикам очень хочется выглядеть красивыми. Поэтому они так обожают очаровательные принты, вышивки и аппликации с изображением любимых героев на своей одежде. Ко всему к детской одежде предъявляются повышенные требования. Она должна быть не только красивой, но и удобной. В жаркую погоду лучше всего подойдут наряды из хлопка или льна, ярких расцветок, приятные к телу и не стесняющие движения. Забраться на горку, а потом скатиться с нее – обычное дело для маленьких непосед. Поэтому одежда должна быть еще и прочной. Российские и зарубежные дизайнеры предлагают летнюю детскую одежду на любой случай. Наступила жара, ребенок подрос, и, соответственно, нужно было во что-то одеваться. Мы, недолго думая, сразу приехали сюда. В летний зной не стоит забывать и о головном уборе для ребенка. Панамка светлых оттенков с рисунком или однотонная защитит от солнца и дополнит наряд. Что же до детской обуви, то она, конечно, в первую очередь должна быть удобная. Хорошо выбранные сандалии или ботинки – это и красивая походка, и правильное формирование стопы. Ребенок не должен испытывать неудобства при ходьбе, и, конечно, обувь должна быть красивой и современной. Мы в ожидании второго малыша, и хотим также приехать сюда, так как здесь очень большой ассортимент. Хотим выбрать и коляску, и кроватку, и одежду для малыша. Здесь можно выбрать все. Детская одежда и обувь от лучших производителей. Качественные, удобные и, немаловажно, красивые наряды для любого возраста и на все случаи. Все необходимое, чтобы встретить жару модно в одном месте. Ура! Я нарядилась! Я готова к лету! Сделать детство счастливым просто! Торгово-развлекательный центр «Детский», проспект Кирова, 391. С весенним солнышком мы все снимаем шапки, а под ними больные и тусклые волосы, которые всю зиму не щадил мороз. А еще авитаминоз и угрюмое настроение оставило свой след на наших роскошных локонах. У нас такая веселая и насыщенная жизнь. Ходим в детский сад, посещаем дополнительные крошки. А еще нужно успеть привести себя и малыша в порядок. Уходу за своими волосами и детей она уделяет много внимания. Не все средства по уходу за волосами для взрослых подходят малышам. И надо очень тщательно выбирать универсальную косметику. Она должна быть надежной, проверенной, качественной. Всегда смотрите на состав. Самое главное, она должна быть натуральной и подходить для ежедневного применения. Мы пользуемся с малышом одним комплексом по уходу за волосами. Это очень удобно, быстро и эффективно. Шампунь и бальзам должен мягко очищать волосы и нормализировать естественный баланс волосистой части кожи головы, взрослых и детей от 3 лет. Ухаживать за чувствительной кожей головы, сухих, ломких и чувствительных волос, а также поврежденных после завивки, сушки или длительного пребывания на солнце. В состав таких очищающих средств должен входить комплекс специально подобранных активных компонентов, способствующих питанию и увлажнению кожи головы, восстановлению структуры волоса изнутри и выравниванию его поверхности по всей длине от волосяных луковиц до кончиков, такие как экстракты и масло растений. Экстракты солодки и фиалки оказывают противовоспалительный и увлажняющий эффект. Пантенол снабжает волосы необходимыми витаминами и минеральными веществами, восстанавливает их структуру и защищает от недолгоприятных факторов. Улучшает состояние и функции кожи волосистой части головы, укрепляет и улучшает структуру волоса не только внешне, но и изнутри. Протеины пшеницы и масло оливы обладают увлажняющими, смягчающими и устанавливающими свойствами. Я вижу эффект. Комплекс бережно заботится о моих волосах и волосах моего ребёнка. Мы всё успеваем и, по-моему, прекрасно выглядим. Лакри. Противовоспалительные и негормональные средства на основе натуральных компонентов для ухода за кожей и волосами. Не содержат отдушек и красителей. Разрешены к применению у детей. Прямой эфир программы «Ваше утро» под импровизированным палящим солнцем. Сегодня для вас ведут Денис Коршаков и Алена Малинина, друзья. И у нас в гостях, Денис, я хочу, чтобы ты представил этого человека. У нас в гостях, дорогие друзья, сегодня интересная личность. Впрочем, как и всегда, буквально через несколько часов в Самаре, вместе с ним чуть попозже, скажем, пройдёт уникальное мероприятие, на котором вам обязательно необходимо присутствовать. И давайте об этом мероприятии нам сейчас расскажет следующий гость нашей программы генеральный директор радио «Самара» Максимум Константин Лукин. Здравствуйте. Я уже не генеральный директор. Не генеральный? А какой? Ну, я президент этого холдинга «Самара» Максимум Шансон. Очень скромный гость нашей программы, президент холдинга Константин Лукин. Не часто бывает возможность поговорить с президентом. Спасибо, Константин, что нашли время в своём графике и пришли к нам. Скажите, пожалуйста, что за фестиваль будет и чему он приврочен? Ну, уже традиционный фестиваль, он называется «Макси-рок» 2014 года. Посвящён он дню рождения первой независимой, единственной рок-радиостанции губернии, да и, в общем-то, и всего региона, радио «Самара» Максимум. Нам 22 года. Поаплодируем здесь. 22 года с днём рождения. 22 года настоящего, честного рока на волнах радиостанции. 104.3. 104.3? 104.3. 104.3. Скажите, пожалуйста, а какие музыкальные группы принимают участие в фестивале? Местные или вот... Сегодня очень много групп. Я даже выписал, позволил себе выписать название, чтобы никого не забыть. Да, да, читайте. Битлз открывает фестиваль этот в 15.00, открывает группу молодые ребята и школьники, ещё они учатся в школе «Мистер Постман». Они играют кавер-версии «Битлз», «Роллинг Стоун», других интересных таких традиционных рок-групп. За ними группа «Революция», за ними группа «Синглз», тоже это уже знаменитая группа в Самаре, которая настолько знаменита, что в прошлом году даже выступила в Ливерпуле. В Англии на фестивале «Битлз Уик». Успешно в выступлении, прошло? Ну, я думаю, меня там с ними не было, но я думаю, успешно. Ребята играют всегда очень хорошо. Ну, носки они вам оттуда привезли, я так понимаю. Да. Пусть будет так. Дальше, группа «Прим Роуз», молодой коллектив «Танго и Кэш». Они кости нашего эфира были. Да, в «Танго и Кэш» даже играет диджей радио «Самара Максим» Юрий Чистяков. Группа «Сан Экспресс». Это тоже достаточно уже известная группа. В ней играет Алексей Психический, кстати, тоже ведущий программы на радио «Самара Максим», ведущий программы «Рок Сити». Дальше, наши старые друзья из Самары. Это группа «Станционный смотритель». Тоже самарцы знают эту рок-группу, одна из старейших и известнейших групп в Самаре. Мне кажется, поклонников и кто сегодня придет на фестиваль, прибавляется с каждой группой и прибавляется. Я думаю. Дальше, такие группы, как «Вайт Кроу», «Два Льва», «Нам», «Анти Минор», «Айрон Биз», «Чикаго Бэнд». Если кого забыл, ребят, упомянусь, простите, Креста. Теперь я поняла, почему все это вы записали на листочки, потому что действительно очень много интересных групп сегодня будут играть. А хедлайнер-то сегодняшнее мероприятие кто? Хедлайнер – это наши люди, наши гости, которые придут сегодня, я надеюсь, в большом количестве на наш Макси-рок. Ну, а если вы имеете в виду, так сказать, звезду. Звезду, да. Ну, звезду, наверное, можно назвать звездой. Это известный уже в России исполнитель по имени Найк Борзов. Он уже приехал. Он находится в нашем городе. Он будет завершающим, наверное. Ну, вы знаете, на самом деле, я видел выступление, слышал выступление и «The Singles», и многих других участников. Сегодня будет действительно очень хорошо. И жарко. А главное – атмосфера, Константин. Вот скажите, именно атмосфера этого мероприятия, которая намечается сегодня. И погода-то какая, да, удалась. Всю неделю была жара, и сегодня такая прохлада. Вот, по вашему мнению, скажите, рок, он до сих пор жив? Или же с наступлением разных, различных социальных сетей? Различных стилей музыки и других. Да. Ну, нет, ребят, дело в том, что рок, он жив, он жил, жив и будет жить. И будет жить. Так вот, мировой проряд. Вот. И я бы сказал, что, почему, собственно, рок жил, живет и будет жить? Да потому что рок-музыка – это музыка таких нормальных человеческих эмоций. Это крик израненной души, это музыка разбитого сердца. Сердца. Да, это радость, которую люди выражают в музыке. То есть это нормальные человеческие эмоции, которые заряжают не только энергией, но и дают еще и какой-то позыв к мыслям, к мышлению. А лично вы слушаете только рок-музыку? Вот не смущает вас сегодня наше музыкальное сопровождение? Я слушаю только рок-музыку, я ничего против не имею других видов современной и несовременной классической музыки, но слушаю в основном современный рок-блюз, ну и джаз-рок. Константин, 22 года, да? Это срок… Срок. Да, это срок, да, причем такой положительный. Вот за 22 года вы на радиостанции друг другу там не надоели? Скажите, как вот за 22 года это не одно поколение может, да, смениться-то, получается? Ну, на самом деле, действительно, сменилось-то, в общем, достаточно много. У нас, кстати, эти кучки-то очень маленькие, работают и люди, которые пришли еще 20 лет назад, работают и молодые ребята, и, в общем-то, все как бы дружим, не ссоримся. Более того, в этом году радио «Самара Максимум» как бы переживает ребрендинг или перезагрузку, то есть мы стараемся все более и более оправдывать вот свой джингл, в котором упоминаются 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, 2000-е и наше время, то есть мы стараемся как можно больше соответствовать подборе музыки вот нашему джинглу. Константин, и давайте уже скажем, где же состоится мероприятие и в какое время? Ну, мероприятие состоится сегодня на 4-й очереди набережной реки Волга или просто у Ладьи. У Ладьи, да. В 15.00 начало, приходите, будем рады видеть не только поклонников рок-музыки и радио «Самара Максимум», но и всех. Спасибо, Константин, что пришли. Значит, спасибо вам огромное, все лучшее проверено временем, и я думаю, и мы, и каждый телезритель будет не забывать включать 104.3, где бы он ни был, да, будь то жара или же прохладная погода. То есть Роккин Роу всегда жив. И будет жив, дорогие друзья. Константин Лукин, спасибо огромное, с днем рождения. И хотелось бы сказать о том, что жара внесла свои коррективы в досуг, и вот при такой замечательной погоде не очень хочется сидеть дома. О том, куда можно сходить и что посмотреть в пользу своего культурного обмена, так скажем, мы узнаем в следующей рубрике нашей коллеги Али Алтюрой. О, а вы сегодня заходили в Инстаграм? Если нет, тогда пошли. Ну не торопитесь и не спешите быстро пролистывать ленту, выставляя свои лайки. Возможно, это не просто фотографии, а настоящие произведения современного искусства, точнее, интернет-искусства. Развитие интернет-технологий и наличие умных гаджетов дало возможность творческим личностям показать всему миру свои произведения. На данный момент интернет-творчество приобрело настолько широкий размах, что остановить дальнейшее его развитие кажется невозможным. NetArt или сетевое интернет-искусство – это художественные проекты, которые могут существовать исключительно в веб-среде. Но находятся и такие художники, которые готовы выйти из широкого интернет-пространства и устроить персональную выставку для более узкой аудитории родного города. Ты не всегда можешь таскать с собой большую камеру. Во-первых, она заметна. Во-вторых, у нас есть братский закон, который не позволяет снимать объективом больше какого-то диаметра в конкретных местах. И когда ты достаешь телефон, люди не шугаются. Они не начинают улыбаться, не начинают судорожно что-то делать. Телефон ты снял, ты выложил, ты снял, ты выложил. Тебе не нужно ее перерабатывать, потому что эта фотография, она не должна быть осмыслена. Она здесь сейчас, она эмоциональна. Ну, тут главный момент – самому все это пережить, чтобы эти эмоции перенести. Поэтому я, собственно, пытаюсь быть в гуще событий, скажем так, где-то там в грязище месяца. Я бегу в грязище, там по колено, по пояс, там по шее, уже без разницы, лишь бы это вот снять. Важен лишь момент, которым они тут же делятся с нами. И если Ирина Воронкова делает это с помощью смартфона, то ее коллега Игорь Емельяненко работает с более профессиональной аппаратурой. Это просто инструмент. То есть средство выражения, инструмент – это же не ключевой момент. Важно, что человек как выражает, какие там эмоции пытается передать. Сейчас все чаще можно услышать о том, что современные художники живут одним днем. Возможно, люди просто устали планировать будущее, и тенденция одномоментного искусства на лицо, а точнее на экран. Сегодня настолько гаджеты уже в том состоянии, когда если человек фотограф, профессионал, то ему достаточно мобильного телефона. И в режиме Инстаграм все фотографии именно сделаны в таком формате. Достаточно для репортажа, для портрета, для человека, который видит здесь и сейчас, передать фотографию. Мне кажется, эта выставка получилась довольно интересной. В общем, ставлю лайк. Особенно забавляют в последнее время фотографы, которые фоткают фотографов, которые фоткают фотографии. Тем не менее, этот легкий абсурд вызывает у всех только положительные эмоции. Выставка полна неожиданностей. Во-первых, я очень люблю Самару. Когда я вижу новые фотографии, открытие для меня не делают как новое удивление и восприятие. А какой же это адрес, где я это видела? То есть каждый раз новые бытовые детали заставляют меня вот каждый раз просто споткнуться в голове и думать, где же это находится? Это всегда радость. А кроме этого, конечно, эта выставка особенно для меня замечательна тем, что я взяла фотографию, на которой изображена Торбаза, на которой я живу. И вот эти буковки вырезаны лично мною. И это настолько было стихийно сюда повешено. И вдруг это у кого-то вызвало резонанс. Кто-то впечатлился, сфотографировал и вынес это на выставку. Меня, конечно, это особенно радует. Так что автору большое спасибо. Возможно, мимолетное мгновение, которое я запечатлю сегодня, уже завтра станет настоящим народным бестоянием. Современное искусство весьма непредсказуемо. А на следующей неделе будет новый лишний билетик и новые впечатления. До встречи! Хоть много пьешь, а жажда мучит снова, пей борскую, что оживит любого. Лето, время праздников, вечеринок, свадеб и, конечно, выпускных балов. Все эти мероприятия требуют огромной подготовки. Но вот я поймала себя на мысли, что вся эта предпраздничная суета может быть очень приятной. Приближается дата выпускного. Этот праздник для многих является той границей, за которой ученики становятся взрослыми людьми. Именно к этому дню девушки готовятся особенно тщательно. За месяц выбирают себе платье, продумывают прически и макияж. Ведь в этот день хочется выглядеть безупречно. В любом случае, собираясь на выпускной бал, нужно четко представлять, в каком стиле, образе, настроении вы хотите явиться перед гостями вечера. И лучше, если все будет продумано до мелочей. Любой выпускнице и необходимо, и приятно получить весь спектр услуг в салоне. И маникюр, и укладка, и, конечно же, макияж. Эксклюзивная процедура, которую мы делаем отнюдь не каждый день. И, конечно же, вдвойне приятнее получить подарок. Уход у косметолога. Создать незабываемый образ помогут крамотные специалисты. Стоит прислушаться к их советам и рекомендациям. Пусть ваша прическа раскроет вашу чувственность и романтичность. Как в прическе, так и в распущенных волосах модна небрежность. Что всегда достигается, с одной стороны, легко, с другой стороны, достаточно сложно. И, конечно же, в моде абсолютно противоположность. Этой небрежности – это футуристический стиль, стиль 60-х. Выпускной вечер случается один раз в жизни. А хорошо подготовленный запомнится вам и вашим близким навсегда. Очень важно, чтобы все сочеталось в вашем образе. А закончить его поможет праздничный макияж. Неспроста же говорят, что человека встречают по лицу. Поэтому визитная карточка, тем более на таком торжественном событии, как выпускной, первый выход в взрослую жизнь, лицо играет немаловажную роль. Я думаю, что самую первостепенную. Матовые помады. Яркие матовые помады, неоновых оттенков. За счет того, что помада будет матовая, помада будет выглядеть дорого и в то же время слегка небрежно. Акценты на глазах. Очень в моде различные оттенки синих цветов, начиная от светлого и заканчивая самым темно-синим, ультрамарином, вплоть до ухода в фиолетовый, баклажановый. Вот, опять же, цвет подбирается в зависимости от цвета глаз. Чем светлее образ, чем светлее цвет глаз, тем светлее выбирается оттенок голубого или синего. И, конечно же, в противоположную сторону. До сих пор в моде стрелки. Они, как всегда, актуальны. Ну, наверное, в контексте футуристического стиля, стиля 60-х. И третья тенденция в моде – это журнальная обложка. Это макияж нюд, макияж образа естественной натуральной кожи, прозрачных глаз, прозрачного лица. Красивый быть не запретишь. Тем более, если есть повод. Иногда и правда хочется стать прекрасной до кончиков ногтей. И пусть только на один вечер. Самый незабываемый. Салон красоты «Анжелика» предлагает выпускницам пакет услуг. Маникюр, прическа, макияж. Подарок – уход за лицом. Чапаевская, 187, солнечная, 28. Это был «Утренний коктейль». Я надеюсь, он вам очень понравился. Хорошего вам дня, отличного настроения. Увидимся ровно через неделю, как обычно, в то же самое время. Не пропустите. Пока-пока. Смотрите далее. Разыграем в прямом эфире очередную порцию призов и подарков. Поговорим о том, как сохранить уют в доме при любой погоде. Гости в студии расскажут, как освежиться в жаркий день. На кухне программы приготовим вкусный прохладный десерт. Это и многое другое смотрите в программе «Ваше утро». Ваше утро в прямом эфире. Наступила жара, но мы берем себя в руки и разыгрываем очередную порцию подарков. В рамках программы «Ваше утро» проходит очень интересный конкурс с замечательным призом. Самого внимательного, самого активного, а самое главное, самого частого зрителя нашей программы ждет главный ценный приз. И давайте узнаем, что же это за приз у Налены в руках. Шикарные золотые серьги с редчайшим камнем «Лондон Топаз». Дорогие друзья, изумительнейшей просто расцветки. Ален, напомни вопросы, пожалуйста. Вопросы звучат так. Слушайте внимательно. Читаю один раз. Первый вопрос. Где впервые начали добывать золото? Второй вопрос. Как образуется жемчужина в раковине моллюска? И третий вопрос. Когда и где был обнаружен камень Танзанит? Ну и с вашего позволения, и с позволения моей очаровательной соведущей, я повторю вопросы, да, чтобы можно было... Ну хорошо, ладно. Итак, где впервые начали добывать золото? Как образуется жемчужина в раковине моллюска? И когда и где был обнаружен Танзанит? И, дорогие друзья, это не насморк, это такая порода камня. Присылайте свои ответы сегодня до часу. И самые активные получат ценный вот такой вот топ-приз. Да, всех участников викторины ждут пригласительной на потрясающую выставку «Самарская жемчужина», которая пройдет в выставочном комплексе «Экспо Волга» 17 и 18 мая. Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте, и адрес которого вы сейчас видите на своих экранах. Также хочется отметить, что 18 мая мы увидимся с вами на этой выставке, дорогие друзья, потому что там будут присутствовать ведущие программы «Ваше утро». Программы «Ваше утро». В жару очень тяжело что-то делать, и в наших следующих сюжетах мы узнаем, как сохранить уют в доме в любую погоду. По напитке популярности сейчас натуральные материалы, текстуры под ткани, лен, шелк, текстура под кожу, велюр. Это все сейчас очень актуально. И все это об обоих. Стиль важен не только в вашей одежде, но и в одежде ваших стен. Современные люди постепенно начали уставать от холодного технологичного стиля хай-тек. Теперь домашние интерьеры просят тепла, мягкости и уюта. Чего добиться помогают современный эко-стиль, стиль фьюжн и вечная классика. Также дизайнеры комбинируют материалы. Природные с технологичным. Если это металлизированный лист, то на нем обязательно появится мелованная крошка или стеклярус. Если это текстура кожи, то на ней обязательно появляются либо металлизированные заклепки, либо это перфорация, напоминающая техно-дизайн, либо это выдавленные, вдавленные элементы. Если говорить о тенденциях в классическом интерьере, то сейчас снова в моду входят различные бордюры, цоколи, какие-то вставки декоративные. Зонирование у нас отходит на второй план. Если раньше это было выделение, например, какой-то одной стены обоями с орнаментом, например, или с каким-то активным рисунком, а остальное все было фоновое, теперь это разделение непосредственно стены на несколько блоков, вставка бордюров, вставка цоколя. Для классики у современных дизайнеров обоев большой арсенал возможностей. Растительные орнаменты, стилизация рисунка под вышивку гладью, патина и даже инкрустация кристаллами Сваровски. Дом модных обоев. Высокая мода у вас дома. Женщины и мужчины по-разному видят окружающий мир. Что значимо одному, для другого совершенно не важно. Оставим рассуждение о разности планет на совести классиков и поговорим о таком моменте, как выбор новой мебели. Я на самом деле очень люблю все красивое. Качество, качество, все решает качество. Нет, красота и удобство в эксплуатации. Извечный спор совсем не вариация на тему, кто в доме хозяин. Мы действительно с разных планет. Практический подход мужчин не в пику женскому эстетическому, ведь выбор – это прежде всего ответственность. И с ней как нельзя лучше справляются мужчины. Вот потому и интересуются, что, как и главное из чего. Супруга считает, что самое главное, чтобы все было розовенькое, желтенькое. И желтенькое, красивенькое. И все же два полярных мнения частенько настолько удачно дополняют друг друга, что в идеале появляется удобный, красивый и практичный интерьер. А выбранная мебель занимает в нем важное место. В одном они схожи все и мужчинами, и женщинами. Они сначала садятся и смотрят, насколько им удобно. Работники мебельных салонов не без основания утверждают, что повлиять на вкус употребителя сегодня сложно. Любая семейная пара или глава дома приходит в салон с уже сформированным представлением и готовым решением о том, что надо лично ему. Но и тут, понимая разницу принятия решений, дизайнеры находят интересные повороты. Ну вот у нас этот диван мужской. Он очень нравится мужчинам. Трудно сказать, почему. Потому что мужчина на него садится и говорит, что здесь нет ничего лишнего. Материал очень качественный. Тактильные ощущения передаются. Ты же сидишь, все распрылся. Вместе с природой. А вот классический диван, который у нас стоит, на него больше все-таки смотрят женщины. Вот так-то. Ну и еще немножко о мужчинах, принимающих решения. Ведь именно они в итоге решают, покупать или нет. Последнее слово, как правило, всегда окажется за главой семьи. Да. У меня в семье патриархат. Мужчина принимает решение. Но с другой стороны, как должно в доме выглядеть, там, все, какая мебель должна быть. Это не мужское особо дело. То есть женщина смотрит, как все обстоит, как сделалось. Он так может только оценить. И если уж оценивать кухню, то это будет расположение техники и ее технические характеристики, плюс надежность выбранного массива дерева. А если вещи для гостиной, где мужчина проводит большую часть времени, то здесь на первое место выйдет индивидуальность. Вот и наш герой-стилист Антон Янишевский отдал предпочтение интересному дизайну. Здесь есть острый углы, здесь везде. То есть кисер, здесь есть эффекты, то, что он уже такой стертый, где-то сделанный. Найти компромисс в выборе мебели сегодня возможно. Ведь если это будет итальянское качество, то оно точно удовлетворит желания мужчин, а дизайн не оставит равнодушным ни одну женщину. Ваши утры в прямом эфире. Справляемся с жарой вместе с Денисом Коршаковым. Да, Ален, ты знаешь, когда жара-то наступила на этой неделе, я сделал вывод, что я очень ленивый человек. Почему? Знаешь, я начал искать в интернете различные способы борьбы с жарой, и ты знаешь... То есть кондиционер тебя не устраивает обычно? Нет, меня не устраивает, потому что это же надо его поехать, заказать, поставить, это же надо долбить стену, да, там все это выводить. Что же нашел? Я полегче искал. Вот, например, если вы ездите на автомобиле, да, и у вас нету кондиционера в машине, то знаешь, как раньше с проблемой с этим? Мочили марлю и вешали на окошечко. Вот, то есть, ты ешь и обдуваешь ветерок. И насекомые не попадают. Прокладные. Ну и плюс, да, и не кусают в машине комары. Потом еще, знаешь, был такой способ, очень интересный, это нужно наморозить льда в морозилке, да. Наморозить льда, этот, кстати, способ очень подходит для тех, у кого дома есть вентиляторы. Ну, то есть, нет кондиционера, но есть вентиляторы. Вот намораживаешь льда, ставишь две табуретки или два стула между ними, ну, лучше два стула, между ними завязываешь полотенце. Записывайте. Да, завязываешь полотенце туда, в это полотенце высыпаешь льда, и напротив ставишь вентилятор. Включаешь вентилятор, он начинает дуть, и, соответственно, вот этот холодный воздух, который испаряется от льда, он тебя обдувает, и тебе очень хорошо. Есть еще один способ. Какая познавательная история. Я, знаешь, да, я, знаешь, я даже вот взял, взял вот такой вот. Постирать? Нет, я взял не постирать, я взял специально, чтобы вам показать, вот, для тех, у кого нет вентилятора, нет машины, но есть тазик и просто необычное, можно налить холодной водички в тазик, вот так вот обмочить ее, и непосредственно в холодную простынку вот так вот завернуться, да, и спокойно сидеть. Ну, знаете, на самом деле, этот способ очень распространенный, и выдумали этот способ проводники поезда Москва-Бишкек. Вот именно вот такие влажные простынки они дают нам для того, чтобы, ну, мы хоть как-то чувствовали хоть какую-то проблажу. Способов вообще полно, на самом деле, Ален, но сегодня в студии нашей программы к нам пришли гости, которые уж точно знают толк, как освежить себя летом. Представь, пожалуйста. У нас в гостях Елизавета Мохнева. Здравствуйте, Елизавета. Это просто-напросто эксперт в области освежающей теории в летнюю зной. И, Лиза, сразу вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, что представляют из себя вот эти вот замечательные устройства, да, под названием охладительные системы, которые просто заставили всю нашу жаркую студию и на нашем импровизированном пляже сейчас будут охлаждать. Мы еще не включили даже, Лиза, пожалуйста. С удовольствием расскажу. Принцип охлаждения прост. Он не просто охлаждает, он еще и увлажняет воздух. Всем известно из рока физики, что когда испаряется вода, поглощается тепло. По этому же принципу он работает. Вот смотрите. В основе находится емкость, куда заливается вода. Вода по насосу попадает на фильтр-испаритель. И когда теплый воздух продувается через этот мокрый фильтр, он охлаждается, моется, так еще и увлажняется. Отлично. Поэтому, по ощущениям, мы получаем, как будто сидим рядом с каким-то прекрасным водоемом, а нас дует легкий освежающий бриз. Отлично, Лиза. Вот давайте, мы, знаете, может быть, уже включим одну из моделей, которые здесь у нас представлены. Дорогие друзья, посмотрите, как удобно. То есть, если помимо кнопок, которые установлены непосредственно на корпусе, есть еще и ПДУ, пульт дистанционного управления, который я предъявляю. Лиза, включайте, пожалуйста, эту замечательную охлаждительную систему. Да, давайте охладим студию, потому что немного жарко у нас. И есть контакт, да? Я так понимаю, что контакты есть. И, Лиза, расскажите, пожалуйста, вот модельный ряд представлен достаточно широко. И любопытно узнать о новых моделях охладительных систем. Что изменилось для потребителей в более, так сказать, удобную сторону? Раньше нужно было следить всегда за уровнем воды. Новые модели оснащены специальным датчиком. Когда вода заканчивается, он оповещает нас о том, что она кончилась, и потом отключает насос. То есть это продлевает работоспособность его. И, ну, еще, смотрите, новая сенсорная панель водонепроницаемая, ну, и удобный пульт управления. Отлично. И вот хотелось бы также узнать, как мы видим, что это очень компактно, да, и удобно. Все-таки еще какими преимуществами обладают охладительные системы, ну, скажем, перед кондиционером? Охладитель имеет ряд преимуществ в сравнении с кондиционерами. Во-первых, это низкая цена. Во-вторых, не надо ничего монтировать. Тратить на это время, деньги. Все, что нужно, залили воду, включили в розетку, он работает. А самым главным качеством является то, что он может работать на открытых площадках. То есть, например, в летнем кафе, на веранде. Настолько мобилен и легок, что мы можем там выходные его с собой на дачу увезти или на природу. Да, перед эфиром даже я смогла поднять вот одной рукой черный охладитель. И, смотрите, в 10 раз меньше тратит электроэнергию. Например, кондиционер тратит 1000 ватт в час, это 1 киловатт. То охладитель потребляет 100 ватт, то есть это как лампочка. Помимо этого, как я уже говорила, он не просто охлаждает, он еще и увлажняет. То есть, политсистема сушит нам воздух, а мы его можем в том числе и зимой использовать, когда воздух очень сухой, и нам нужно использовать охладитель в качестве увлажнителя воздуха. Отлично. То есть, очень много положительных качеств. Ну, а скажите, вот все-таки кондиционер, да, он висит где-то там под потолком, да. Охладительная система стоит дома, и скажите, как вот, не опасна ли она для детишек, для домашних животных? Все-таки она вот в непосредственном контакте находится. Ну, это абсолютно безопасно, потому что нет никаких ладоагентов, и даже полезно, например, для растений, для кожи, потому что у нас постоянно идет в помещении увлажнение. Очень комфортный процент влажности в комнате. Спасибо, Елизавета, что хотя бы на 5 минут охладили нашу студию. Охладили очень даже замечательно. Не замерз? Ты знаешь, я даже начинаю, наверное, я даже сейчас укутаюсь просто, но только уже... Это уникальное, я считаю, современное такое изобретение, которое поможет действительно насладиться свежестью и дома, и в офисе, и в ресторанах. Ну, и давайте узнаем более подробно об этом сейчас на правах коммерческой информации. Эксклюзивный представитель охладителей воздуха «Симфони» – компания «Термосамара». Подробные консультации по телефону 265-21-62 круглосуточно. Пока мы еще немножко поохлаждаемся, узнаем, как же дела на нашей кухне. А вот скажи, нет у тебя такой несостыковки? Ведь роллы – это же такое национальное японское блюдо, правильно? А блин, который мы только что готовили, это, как нам известно, русское блюдо. Да. Ты как наш ролл, который мы приготовили? Это дружба народа. Ну, зовем его. Русско-японский союз. Вбиваем сливки, и ты мне сейчас поможешь какао туда. Для цвета мы чуть-чуть какао. Да и для гармонии. У нас блин шоколадный и будут взбиты сливки, немножко шоколадные, какао. Так. Еще раз. Чуть-чуть. Все, достаточно. Мы сделали для цвета. То есть это мы добавляем для цвета, не для вкуса, а в основном для цвета? В основном для цвета. У нас будет белая тарелка и будет контраст. Отлично. Тогда пока ты этим занимаешься, я задам нашим дорогим телезрителям второй вопрос нашего конкурса «Хит от Пицца Кит». Вопрос следующий. Как зовут детеныша Галмадрилу, нашу очаровательную гостью, которая сегодня была у нас в программе? Свои ответы присылайте на форум, адрес которого вы видите у себя на экранах. Для приготовления ролла нам потребуется рис и бумага. Она жесткая, соответственно, для того, чтобы она стала помягче, ее нужно поместить в водичку. Чтобы она взломалась. Но водичка, как вы понимаете, тоже должна быть хорошая, чистая и питьевая. Правильно? Смотри, что. Это будет основа. Основа. Расскажи, из чего она состоит. Здесь рис, сливки, сахар. Все. И, я так понимаю, все это мы выкладываем на рисовую бумагу, оформляем фруктами. Будет использоваться вот эта штука. Это кокосовая стружка. Кокосовая стружка. Все знаете. Можно легко приобрести. Так. И вот таким образом просто выкладываем начинку. Да. Но это будет основа. Начинка у нас будет внутри. И сюда, соответственно, выкладываем уже начинку. Правильно? Фруктовую. Киви. Они могут быть на ваш вкус. Какие захотите, такие купите. Банан. Банан. Какой у нас черный. То есть, соответственно, клубника, киви, банан. Все это не жалеет, добавляется. Да. И становится начинкой с легкой руки. Много, много начинки ложить не стоит. Хорошо. И, соответственно, таким же образом сворачиваем. Правильно? Да. Сворачивается очень просто. Еще раз его обваляем в кокосовой стружке, чтобы он был более пушистым. Итак, ролл готов. Мы его отправляем на 5 минут в холодильник. И уже достаем вместе с чеколом. И свежим, да. Наши роллы уже немножко подморозились. Охладились. Охладились. Мы сегодня готовим прохладный десерт. У нас страсти по жаре. И прохладные роллы уже готовы красиво выложиться на тарелки и порадовать вас и ваших близких. Ну, я уже в предвкушении. Выглядит это очень красиво. Даже и не скажешь внешне, что это сделано из шоколадного блина. Украшаем тарелку соусом. Дорогие друзья, вот такими незатейливыми предметами вы можете украсить вашу тарелку, написать какое-то пожелание, оставить какой-то интересный рисунок и порадовать своих близких. Мы взбивали сливки. Сейчас покажу для чего. Вы посмотрите, какая красота. Да, друзья, ну и конечно, чтобы придать шарма этому и так изысканному блюду, нанесем на него немножко золота. Приступим. Мы сейчас немножко мятку вот так вот. Ага, то есть ты на мяту наносишь... Да, это для красоты. На самом деле, есть это не обязательно. Просто это очень красиво будет выглядеть на вашем блюде и очень здорово его украсить. Ну что, друзья, вот такое замечательное, красивое, изысканное и по-настоящему вкусное блюдо у нас получилось. Оно может получиться у вас. Главная его фишка в том, что оно помимо того, что вкусное, оно еще и прохладное. А в жару, в зной, которую нам обещают метеорологи, это самое оно. Правильно? Да. Ну что, Игорь, спасибо большое, что порадал нас таким замечательным блюдом. Спасибо вам. Мы вручаем тебе символ нашей программы апельсин. Спасибо. Всего тебе хорошего. Отдыхай на пляжах. Смотрите далее. Поговорим о рекламе, как о произведении искусства. Продолжим розыгрыш ценных призов и подарков. А также узнаем очередную порцию народных примет в рубрике «Огород круглый год». Все это под жаркие ритмы от модного диджея нашего города. Это и многое другое смотрите в программе «Ваше утро». Ваше утро в прямом эфире. И сразу бы хотелось сказать, что жаркие споры, жаркая полемика разыгралась на страницах нашего форума. А жаркие они потому, что на телеканале «Скат ТНТ» мы задаем вопросы. Вам необходимо давать на них правильные ответы, присылать эти ответы на форум нашей телерадиокомпании «Форум.скатдефисттв.ру». Ну и за это мы вам выдадим замечательные призы. И третий вопрос звучит так. Когда впервые появилось мороженое? Когда впервые появилось мороженое, отвечайте в «Форум.скатдефисттв.ру». Ответы мы принимаем постоянно, дорогие друзья. И жара в городе, как известно, это лучшее спасение. Например, один из вариантов – это всю ночь проводить на открытой площадке, бодрствовать. А где именно? Как-то отрываться. А вот где именно, расскажем мы прямо сейчас со следующим нашим интересным гостем. Ален, пожалуйста, представь, кто у нас в гостях. Наш гость – Петр Вайнер, стоп-родюсер проекта «Ночь пожирателей рекламы». Здравствуйте, Петр, спасибо, что пришли. И сразу рассказывайте о проекте. Добрый день, Алена. Добрый день, Денис. Проект – это грандиозное мировое шоу «Ночь пожирателей рекламы». Это действительно мировое, по-настоящему мировое шоу. Идет оно в более чем в 80 странах на данный момент. И только в России, более чем в 45 городах. Что представляет из себя шоу? Как выглядит их при этом? Это грандиозная коллекция, которую составляет Жан-Мари Бурсико. Это знаменитый француз. По знаменитости он входит в тройку знаменитых, как Кусто. Во Франции его не знают только ленивые, наверное. Это он составлял эту коллекцию. То есть, Петр Жан-Мари Бурсико решил когда-то, что ролики рекламные могут быть еще и достаточно… Не то, что интересные, познавательные, хотя зачастую они бывают очень скучные, что рекламные ролики могут быть еще и интересными, веселыми, комедийными. Их можно собрать в кучу и взять и сделать, например, некий такой фестиваль. Это рекламного искусства. Да, он действительно это решил. Он был фанатом кино в свое время, в молодости. Ходил постоянно на все киносеансы. Тогда это крутили все на проекторах. Никаких дисков и прочего оборудования не было. И в один момент он заметил, что уборщицы выметают обрывки кинопленки и в бурну складывают. Он поинтересовался, что это такое. Оказалось, это просто перед фильмом вклеивали рекламную продукцию. Ну, какое-то время проходило, реклама устаревала, клеивали новую, а эту выбрасывали. Таким образом он начал собирать эти все обрывки. В первой коробочке, которая у него была под кроватью, там содержалось порядка 30-40 вот таких вот обрывков. Через небольшой промежуток времени буквально у него под кроватью не стало места. Потом это заняло комнату целую. Потом это возникла у него идея, что поделиться с этими прекрасными шедеврами, которые он собирал, которые у него были в коллекции, поделиться с людьми. Так в 80-м году возникла эта идея, и с тех пор более 35 лет она шагает по всей планете. В 81-м году в Париже был премьерный показ «Ночь предрекламы» в кинотеатре «Кинопанорама». На него, конечно, первое время смотрели как на немножко сумасшедшего, как на всех талантливых людей. До сих пор прошло много времени, и «Ночь предрекламы» остается одним из самых лучших шоу в мире. Да, на самом деле так. У нас есть пригласительные на это мероприятие. 245-30-30, мы ждем ваши звонки к нам в студию прямого эфира, для того, чтобы разыграть и подарить эти билеты на это замечательное систематическое ежегодное событие в нашем городе и во всем мире. Алло, доброе утро, есть звонок. Алло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. Светлана. Свету, доброе утро. Свет, скажите, у нас для вас есть сюрприз, но этот сюрприз нужно заработать, правда, очень-очень легким способом. Да, всего лишь правильно ответить на вопрос нашего гостя Петра Вайнера. Петр, прошу вас, задавайте ваш вопрос. Светлана, ответьте, пожалуйста, на такую простейшую действительно фразу. Сколько роликов в рекламной коллекции Жанны-Марии Бурсико будет в 2014 году, то есть вот в этом году? Варианты ответов 420, 430, 450. 420, 430 или 450? Да. Светлана. Светлана, 450? Да, совершенно верно. Вы практически угадали, вы молодец. У вас будет реальная возможность посчитать это количество роликов и передать всем людям, что мы оказались правы, и что вы оказались правы. Желаю вам насладиться этими мировыми шедеврами на нашем рекламном шоу. Спасибо огромное, Петр. Светлана, мы вас поздравляем, эти билеты уходят непосредственно вам. Вы увидите всю прелесть предстоящего действия. Я думаю, ночь покажется вам абсолютно не скучной, а самое главное, еще и познавательной, веселой. Ночь, пожиратели, реклама, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Вам символ нашей программы. Спасибо. И прямо сейчас мы увидим еще один ролик не ради рекламы, а искусство для. Прямо сейчас. А может, ничего не отправится? Ночь, пожиратели, рекламы, мировое киношоу. Это проект, где демонстрируются ролики не в качестве рекламы, а как произведение искусства. Все короткометражки, снятые в разное время и в разных странах. Автор идеи и единственный владелец уникальной синематеки, насчитывающей более одного миллиона роликов, месье Жан-Марий Бурсико. Именно он 33 года назад в парижском кинотеатре «Кинопанорама» впервые показал всем желающим лучшее рекламное видео. С тех пор ночь, пожиратели, рекламы триумфально шествуют по миру, поколив 50 стран. В шоу попадает только качественная реклама, по сути, короткометражные видеофильмы, которые можно смотреть и наслаждаться неожиданными решениями, красотой идей, оригинальностью их воплощения и звездами, первой величины, снимающимися в роликах. Когда мы в последний раз дыхали аромат леса, бродили по извилистым тропинкам между деревьев, нигде не дышится так легко и непринужденно, как в хвойном лесу. Для того, чтобы и ваш дачный участок благоухал свежестью, посадите хвойные породы деревьев. Как это сделать, узнаем сегодня в рубрике «Огород круглый год». Спонсор рубрики «Восточный экспресс-банк». У декоративных хвойных растений множество преимуществ. Они в большинстве своем вечно зеленые, а значит, привлекательно выглядят на протяжении всего года. Стройные красивые деревья словно модели на конкурсе красоты. Есть растения тенелюбивые и есть солнцевыносливые. Тенелюбивые – это такие, как туя, опять же, тис. А солнцевыносливые – это больше ель относится и сосна. К красавицам-елочкам дачники уже давно привыкли. А что, если посадить на своем участке другие хвойные деревья? Лиственница, сосна, пихта, кедр, можжевельник, туя. Почему бы не попробовать? Главное – будьте внимательны при выборе саженца. Нужно обращать внимание на крону дерева, на самоусаженца, так как, чтобы было полноценное озеленение, не было серых пятен, желтых, хвоя, чтобы не было высохшее. Ель, сосна, пихта и другие деревья украсят любой участок. Прежде чем посадить хвойное дерево в вашем саду, следует тщательно подготовить почву. Верхний слой берется, кладется отдельно. Нижний слой почвы также выкапывается, тоже кладется отдельно. И потом уже полудородный слой смешивается с песком, либо специальными удобрениями для хвойных. После чего нужен обязательно дренаж. Выбирая место для посадки, учтите, что впоследствии рядом с елью вряд ли что-то сможет расти. Во-первых, хвойные растения очень гордые и не терпят соседей и конкурентов. А во-вторых, тень от широких веток не даст возможности развиваться другим посадкам. Для того, чтобы из такого саженца выросла такая большая елочка, сколько должно пройти времени? В полноценном где-то лет 5-7. Некоторые виды хвойных – одни из самых долго живущих растений в мире. Таким долгожителем является, например, мамонтово дерево. Возраст некоторых его экземпляров – более 3 тысяч лет. В народе май ласково называли «цветень» или «здравень». Действительно, в этом месяце все цветет и благоухает. Хвойники – растения не только красивые, но и полезные. Они очищают воздух, выделяя специальные вещества, которые убивают бактерии и вирусы. Опавшие иголки тоже можно использовать для здоровья. Хвойная ванна успокаивает, снимает усталость и повышает жизненный тонус. В Древней Руси опавшие шишки с елок собирали и прятали в доме. Считалось, что это спасет всю семью от нечистой силы. Зимой и летом одним цветом. Стройные ели, сосны, пихты, а может быть массивные кедры. Что посадить на своем дачном участке – решать вам. Главное – пользуйтесь нашими советами. Увидимся ровно через неделю. Планировали новый телевизор. Соседка посоветовала кредит подешевле. Специально для пенсионеров. В Восточном экспресс-банке платеж небольшой. Теплицу собрали. А я кредит на путевку брала. Прямо рядом с домом. И обслуживание понравилось. Кредит для пенсионеров всего за 1745 рублей в месяц. Восточный экспресс-банк. Страсти по жаре. Прекрасное солнечное утро. Встретили мы сегодня в прямом эфире программы «Наши». И очень рады, если мы помогли вам справиться с этой жарой, которая была. Сегодня небольшая передышка. И дальше еще будет в течение трех месяцев. Привет, Рады? У нас в гостях сегодня был всю программу диджей Слинкинс по имени Игорь. Игорь, спасибо, что пришел. Вот такой тебе апельсинчик. Пока в руки не даю. Оставлю на стол. Давай прямо вот сюда. Как это, сколько называется у тебя? Сам забыл. Сидюк называется у диджей Слинкина. Ну, расскажи мне, где ты на сидюке работаешь? Где я только не работаю. Ты, на самом деле, вот работа диджея, это достаточно такая активная, динамичная, да? И попотеть каждую ночь приходится достаточно слабо. Скажи, твои методы борьбы с жарой какие? Я пью очень много воды, я обливаюсь водой. Особенно летом. Ну, это, наверное, основные такие способы как раз борьбы. Лимонады никакие не готовишь, да? А то бы я вот с удовольствием у тебя рецепт какого-нибудь прохладительного безалкогольного напитка бы спросил. Динамичка пока спасается только... Ну вот, у нас всю программу... Сосиски в тесте! Ты можешь так не орать? У нас всю программу будет орет какой-то мужчина. Это, наверное, отец нашей обезьянки, потому что она сегодня у нас так мистово кричала. Спасибо огромное. Уважаемый диджей Слинки, держите сосиску в тесте. Сейчас кризис. Я советую растянуть эту сосиску месяц на четыре. Игорь, сыграет нам что-нибудь такое завозное, веселое. И мне хотелось бы сказать еще одну очень полезную информацию, что дополнительно пять вопросов вы можете найти на нашем форуме. Форум.ск.дв.ру Отвечайте на эти вопросы и выигрывайте ценные, замечательные, классные призы. У нас сегодня в студии было жарко. Тенис Кошков. Алена Малинина, диджей Слинкин. И сейчас нам хотелось бы напомнить, что сразу после нашей программы в эфир выйдет замечательный проект в телерадиокомпании «Искат» программа «Мужчины и женщины», где будет очень много всего интересного. Ну а мы, в свою очередь, вам, дорогие друзья, желаем всем очень удачно, хорошо и весело переносить жару, которая нас ожидает, не бояться ее, проводить больше времени на даче, на свежем воздухе, на огороде. Я не знаю, вы наконец-то займитесь костюмами, что ли, да? Спасибо вам хорошим, отлично выходных. И сохраните апельсиновое настроение на следующую неделю. Пока. Пока, друзья, до следующей субботы. Увидимся. www.scardifistv.ru Плати ведущий, предоставленным магазином Dolls & Dollars. Прически и макияж ведущих от салона красоты «Анжелика». Практически 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 и макияж ведущих от салона красоты «Анжелика». Продолжение следует...